Дота 2 ВО Гривил, курьер, которого, наверное, все получили после Дайр Тайт ивента. Курьер получается путем вставления эссенций в яйцо, которое продается в магазине или достается через трейд. Курьера в зависимости от вставленных эссенций можно получить 9 типов. Красный, желтый, синий, оранжевый, фиолетовый, зеленый, белый, черный или голый. Если у вас нет гривила, не бойтесь. Каждому, у кого его нет, дают в моде голого гривила, у которого всего 2 навыка и нету статов. Также у них может быть Unusual эффект, который зависит от количества вставленных в яйцо Unusual эссенций. Их может быть от 1 до 3. Чем больше, тем лучше. Да и вообще не рекомендую вставлять 1-2 эссенции и вылуплять яйцо. Такие курьеры не ценятся на рынке, да и в этом моде тоже. С данным модом у курьера, кроме слотов его частей тела, добавились характеристики и 3 навыка. Насчет характеристик. Характеристики выдаются в зависимости от вставленных эссенций в курьера. Чем больше эссенций, тем больше статы. В итоге лучшие курьеры по статам это Серафик и Дреддот. Но не забывайте, что можно делать фиолетовых, оранжевых и зеленых на 1 эссенцию меньше, чем у Серафика. Такие курьеры будут не намного слабее Серафиков. Но зато в будущем они будут ценнее на рынке, так как Серафиков сейчас пруд пруди. С характеристиками разобрались. Навыки. С навыками все легко. По умолчанию, более-менее собранному курьеру дается 3 навыка. Остальных мы не проверяли. В зависимости от типа курьера, ему дается 3 навык. То есть Серафику дается Хилл Омника, Дреддоту дается ульта Андаинга и так далее. Остальные 2 навыка даются на рандоме. К примеру, есть 2 Серафика. Хилл Омника у них общий, так как они Серафики. А вот 1 и 2 скиллы различаются. У одного это Айс Волл и Стан Венги, а у другого связка Варлока и Хилл Дазла. Точно как выдаются навыки еще непонятно, потому что у зеленых один из 2 рандомных навыков чаще всего Лич Сита Трианта, а у Серафиков Стан Венги. Так что подождем более конкретной информации на данный счет. Что же касательно самого мода. Все как обычно, выбирайте героя и ждете. Игра началась. В инвентаре у нас есть одна вещь. Новогодний носок. Открываете его и вам даются свисток для призыва Гривела. Хилку. Это обычно бывают крендельки, конфеты и так далее. В общем не суть. И ботинки. Рандомные. Это могут быть или фазы, или арканы и так далее. Голду в ивенте никак получить нельзя. Так что про магазин можете сразу же забыть. Свисток превращает вас в вашего Гривела. Хочу заметить, что при первом разе у него фулл хп и мп. Потом, если вы слоу хп переродитесь в героя и обратно, то хп будет немного выше. То есть оно со временем восстанавливается, как и хп вашего героя во время того, как вы в форме Гривела. У Гривела бесконечная мана. То есть спокойно можете юзать навыки, а навыки сжигания маны на него не работают. Шмотки на него не даются и не одеваются. Суть мода состоит в том, что нужно как можно быстрее убить 11 Гривелов, которые будут спавниться в лесах. На миникарте они будут отмечены и озвучены анонсером. За убийство Гривела в последней добившей команде дают очко. Всего нужно набрать 11 очков. С Гривела выпадает подарок, кликнув по которому он активируется. Он превращается от одной до нескольких шмоток и на рандоме выдается игрокам. Шмотки доступны только на героя. В начале это обычные хедрески и так далее, а под конец это уже аганимы и доедалусы. Сейчас я просто поставлю вам небольшой фрагмент из игры, а после расскажу о подарках и необычных подарках. Субтитры сделал DimaTorzok Первая команда, которая убьет 11 Гривелов, получает по подарку. Проигравшая команда получит по замороженному подарку. Из замороженных хуже дроп, а так они по сути схожи. Открывайте подарок и получайте шмотку. А теперь важные моменты. Первое. Река заморожена. Ваш герой на ней начинает скользить. Очень забавно использовать хуки на реке, выглядит достаточно смешно. Второе. В режиме Diretide можно было поставить рекорд и получить золотого Рошана, который сейчас стоит больше 1000 долларов. Сейчас такой возможности нет, но сейчас есть шанс, что на реке появится редкий Гривел, убив которого игроки получают подарки. А если повезет, еще и Голден Гривела. Статус у него иммортал, но разумеется он не такой ценный, как золотой Рошан. И третье. Из подарков даются кроме шмоток необычные итемы. Уголь, огонь и так далее. Пока неизвестно, что с ними можно будет потом делать, но в моде уголь можно использовать как снежки и кидаться им. Я считаю, что вальвы немного схалявили в этот раз. То есть Diretide был достаточно крупным ивентом. Кроме того, что можно было получить много шмоток, можно было получить Гривелов и, если постараться, золотого Рошана. Сейчас можно получить опять тех же Гривелов, которые уже до этого были. Они и так недавно очень сильно упали в цене, так сейчас еще больше упадут. Вместо золотого Рошана золотой Гривел, который получается на полном рандоме. То есть в игре рандомно появляется где-то этот золотой Гривел, его убиваешь и получаешь этого золотого Гривела. Да и не факт, что он в твоей игре заспаунится. То есть можно год играть, а он у тебя не появится, а у какого-нибудь новичка, который играет первую игру, он может появиться. То есть это слегка неправильно, как я считаю. А так достаточно забавно. То есть в отличие от Diretide, где мы играли все теми же героями, у нас теперь есть Гривелы, то есть нужно будет разрабатывать новую стратегию игры. Плюс есть Замороженная река, на которой можно немного пофаниться. А так по сути и все. Вскоре после того, как станет известно больше информации, мы сделаем еще один обзор. Всем спасибо за внимание и удачного вам отморожества. С вами был Фенаргот, и это Дота 2 ВО.